Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек и в этом видеоролике мы поговорим о такой очень важной нашумевшей системе, которая называется дробное питание. Дело в том, что в сфере правильного питания существует очень много фишек, финтов, схем, систем и для кого-то они работают, для кого-то нет. Что такое дробное питание в двух словах? Дробное питание это когда вы едите мало и часто. И как правило эффективность дробного питания аргументируется тем, что вы едите по чуть-чуть соответственно не успеваете проголодаться, вы по чуть-чуть утолите свой голод и за счет того, что не успеваете проголодаться, у вас не появляется зверского голода, соответственно вы не обжираетесь и все как бы хорошо. Но для одной категории людей это хорошо, для других категорий это не очень. Хорошо это где? Это там где нужно поддерживать какую-то очень высокую интенсивность труда. Например, если вы покоряете какую-то высокую гору, едите по чуть-чуть и нормально как-то идете, едите по чуть-чуть и нормально, и не голодные, энергии есть и все хорошо. Потому что если вы идете, идете, идете на гору, на полпути, сели, поели и как завалили спать и потом вас очень сложно поднять и пойти дальше. То же самое, то есть дробное питание эффективная штука может быть для определенных подразделений военнослужащих, для других видов спорта, где нужно поддерживать очень высокую интенсивность. Для тех видов спорта, например, бройлер-билдинг, там где нужно съедать огромное количество еды, поэтому нужно, чтобы организм в течение дня смог переработать как можно больше количества еды, потому что нужно очень много витаминов, минералов, белков, там и так далее. Вот, нужно это все переработать. Но, но, если мы обратим внимание на жир болеев и жир болят, а я с такими работаю очень долго уже и классика жанра. Значит, как правило, ситуация с жирными людьми везде почти одинаковая. Везде они говорят, что они ничего не едят, либо же почти ничего не едят, а, ну, чуть ли не воздухом питаются и набирают лишний вес. Но потом, когда начинаешь вводить их на чистую воду, оказывается, что они едят много раз по чуть-чуть. То есть, они, по сути, уже на дробном питании, но почему-то не худеют. Почему? Потому что, если вы едите по чуть-чуть и много раз, а еще если нет никакого контроля, то вы можете съесть просто ведро еды, реально ведро или пол ведра еды. Естественно, это много, если вы ведете сидячий образ жизни, лежите на диване, работаете в офисе и, естественно, это не используется, естественно, вы жиреете. Вот, поэтому для подавляющего большинства людей, жизнь которых не связана с высокой физической активностью, с высокой интенсивностью труда, дробное питание совершенно не годится, и, опять же, это дико неудобно. Максимум, что вы можете себе позволить на так называемом дробном питании, если есть многое часто, если вы обычный офисный работник, либо же, ну, то есть, ваш образ жизни такой, как у большинства других жителей городов, то есть, нет особого физического труда и так далее. Вы будете жрать постоянно печенюшки, там, сникерсы и всю эту отстойную нездоровую еду, от которой вы будете очень сильно жреть и все равно будете хотеть жрать. Вот, ну и совершенно необязательно есть по 6-7, по 5 раз в день. Четыре раза в день – это максимум, сколько должен есть обычный человек. Этого вполне достаточно. Я ем четыре раза в день – это максимум. То есть, могу есть и два раза в день, могу три, четыре, больше четырех я не ем. При том, что у меня два нормальных приема пищи и два перекуса. Плюс, какой еще немаловажный нюанс. Дело в том, что если вы не домосед, а большинство людей не домоседов, они ходят на работу, что-то, выполняют какие-то функции в обществе и так далее, то крайне сложно позволить себе 6-7 достаточно таких полноценных приемов пищи, либо же ходить постоянно, как какая-то бабка-старушка с тормозками. Значит, это дико неудобно и крайне геморройно, и на вас будут смотреть, как на дурачка. Вот. Ну, даже если не будут смотреть, как на дурачка, то это неудобно и это совершенно не нужно. Вот. А на самом деле, на самом-то деле достаточно два раза в день поесть хорошо, и два раза можно сделать какие-то перекусы, и этого абсолютно будет достаточно. Поэтому, если ваша жизнь не связана с высокой интенсивностью труда, то дробное питание вам нафиг не нужно. И вообще, в общем-то, что хочу еще добавить. В принципе, можно питаться много, можно есть мало и часто, можно есть побольше и реже, и суть, в общем-то, не в том, насколько часто или редко вы едите. Потому что многие скажут, вот, я пробовал дробное питание, ничего не помогло. Да не помогло, как правило, не потому, какой размер порции вы съедаете, а потому, что вы едите, какого качества еду вы едите, занимаетесь ли вы какой-то физоактивностью или нет. Потому что, если вы не двигаетесь, если у вас нет никакой физоактивности, то о нормальном пищеварении речи быть не может. А без нормального пищеварения правильного питания быть тоже не может. Поэтому правильное питание нужно изучать целостно. Ну, а что касается дробного питания, то, в общем-то, мнение мое вы уже знаете. На сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok